всем добрый день меня зовут виталий фирма доктор лазер у нас на покраску есть вот такая сумочка замшевая который очень сильно уже так затер свой цвет ну и скорее всего что ее постирали машинка почему потому что довольно жесткая и перед покраской мы будем обрабатывать специальными набором по уходу и увлажнению это вот такие два средства есть увлажнитель для кожи который сделать подготовит кожу к жировке и жировка которая сделает кожу более мягкой эластичной потому что без них не будет качественной покраски так как у нас замши жесткая и что очень важно после применения этих двух средств краска по замше гораздо лучше ложится и впитывается поэтому берем увлажнитель его можно нанести как методом распыления но мы сегодня будем наносить его губкой покажем разный базе варианта сегодня будет порядку и для этого нам еще понадобится щетка чтобы расчесать ворс салфетки чтобы обернуть их в гидраторе намоченным и просто пленку обычная стричь пленку хорошенечко расчесаем расчешим ворс поднимем у нас гидратор увлажнитель наш хорошенечко пропитался может на видео сильно не видно но она когда-то была скорее всего что синего цвета в принципе клиентка я захотелось и без проблем покраситься но черт повторюсь на и с нами хорошенечко пенится и начинаем наносить на сумку еще раз повторюсь увлажнитель можно наносить как методом распыления это может быть пистолет аэрограф либо же вручное распыление таки с помощью губки все увлажнили сумочку нанесли теперь для лучшего эффекта мы используем салфетки так как салфетки сумку сохранять дольше увлажнен мокрой соответственно она будет лучше утренна салфеточку наливаем на нее увлажнитель на изделие оборачиваю хорошенечко с обеих сторон и после этого оборачиваем свои силы все мы пленку обернули и наше изделие будет так лежать несколько часов рекомендовано от часу 12 часов в зависимости от пересушенной кожи либо же замши на видео этого не видно но что очень важно еще само изделие влажное ну мы еще раньше говорили об этом что на жировые наполнивочи надо наносить как раз на влажную кожу так как кожу увлажнитель кожи готовит именно к жировке если нанести на сухую кожу не будет эффекта они очень хорошо работают именно в паре у нас уже кожа стала гораздо мягче и нам надо наносить жировой наполнитель мы его нанесем на сумочку но уже оборачивать не будем оставим просто и природным чтобы она сама по себе высохла и после этого продолжим работу а именно покрасим самый жировой наполнитель можно наносить как губка но лучше распылением все мы червы наполнив нанесли и оставляем сумку сушиться природным способом а после сушки мы продолжим с ней работать а именно красить сумку которой мы вчера обрабатывали увлажнителем и с жирующим составом сумка уже высохла она стала гораздо мягче соответственно после покраски она будет останется мягкой эластичной поэтому рекомендуем эти средства как по возобновлению мягкости и эластичности замши либо же абсолютно любых кож так же и набор по уходу очень хороша так же сезонная сезонное хранение любых любимых ваших изделий перед покраской мы легонечко поднимем вор с помощью щетки и начнем красить у нас уже краска готовая краска линопигментная который хорошенечко прокрасит сделает цвет более насыщенным равномерным и соответственно будет служить еще не долгое время хозяйки сумки краска наносится как методом распыления также кисточкой губкой либо же с того же пистолета либо же еще раз повторюсь любым распылителем расход краски небольшой что покраска изделий довольно экономно сейчас на видео хорошо видно как часть сумки покрашена часть сумки не покрашена что важно краска проходит без исключения для всех изделий это сумки это обувь это те же самые курточки дубленки для замшин нубука также для ткани переворачиваю на другую сторону разница конечно колоссальная это видно думаю не только мне и вам и начинаю красить другую сторону достаточно одного-двух раз чтобы покрасить масляно-пигментной краской изделия цветовая гамма просто громадная стандартных цветов или иных пигментов есть 42 при смешивании либо же заказе можно сделать до 2000 цветов сумочку мы покрасили осталось покрасить эти вот штучки и ремешок ремешок покрашен но еще осталось покрасить его с торца только светленькая некрасиво выглядит для удобства складывания еще такое интересное предложение если хотите чтобы цвет был более насыщенным то после покраски мы можем нанести методом распыления краску по замше это краска не линдей она полупрозрачная она только цвет подчеркнет что очень важно если при подборе цвета все краски между собой что масляно-пигментная именно для замши на бука анилина что краска по замше они между собой хорошо смешиваются для придания какого-то определенного оттенка либо же цвета потому что материалы от доктор лазер водористворимые они хорошо между собой мешаются сумочка прокрашена домешок прокрашен оставляем сумку сохнуть сохнуть она будет примерно от 40 минут до полтора двух часов в зависимости от от слоя краски от температуры которая находится которая есть в помещении сумка покрашена осталось только поднять ворс и нанести апритуру берем щетку хорошенечко проходимся щеткой чтобы поднять ворс хорошенечко с торца так же проходимся возле замочка и так же ремешок на одну сторону на другую сторону аппаратура высыхает как сама по себе так же и можно ее принудительно высушить с помощью фена вот так и сделаем вот так сумочка готова она уже покрашена обработана протектором но до этого конечно мы пришли с комплексным уходом по восстановлению мягкости эластичности соответственно она стала гораздо мягче и нанести апритуру на ремешок также посушить ее сумка готова можно отдавать меня зовут Виталий фирма Der Leather подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем хорошего дня спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания